Ну, это самая типичная ситуация, когда к нам кто-то приходит с претензией, с критикой, то ли явной, то ли подспудной, когда мы чувствуем неодобрение человека. И вот пошла молва, из-за чего-то плохого сделано им действительно... Какая наша реакция? Действительно сделано? Да, он сделал это, да. То есть речь идет о том, что действительно произошло, и человеку крайне-крайне-крайне что сделать? Признаться в том, что он ошибся. Ну, где вы видели людей, которые признаются своим ошибкам? Ну, скажем так, среди политиков мы это не находим, это точно. В крайней мере, опыт, я знаю, последних десятилетий показывает. Где-то они должны быть, да, где-то должно существовать. Сейчас мы увидим, где они существуют, откуда мы это учим. Может быть, продолжим дальше то, что говорит и раскрывает это Рабейну Бахе. Он обращает к нам в самый центральный момент, где, как много раз об этом говорили, проявляется в определенной степени еврейская сущность. А сущность у нас всегда проявляется в имени. Имя наше это Жиды. Жид на иврите это Яуда, Яудим. А почему нас называют Яудим от племени Яуда? То есть, глава племени кто был? Это был один из двенадцати колен. Это был сын Якова по имени Яуда. Чем удостоился так, что вот от него прошло в конечном до наших дней не только величие царствования, но и даже имя запечатлелось на нас. В одном событии, которое Тора описывает. Классическая ситуация, в которой Яуда, он тогда был на очень высоком уровне почтения всего общества вокруг, сделал некое деяние, которое описывается там, и в котором он даже не думал, что за этим кроется. Ну, все знают о том, что произошло между ними и его невесткой по имени Тамар. Тамара, она была в положении. Послали спросить у его отца мужа, усопшего, что делать с ней. Он сказал, что нужно, приговорена к смерти по тем законам, которые были тогда. И тогда она послала ему признаки, от кого она в положении, и оказалось, что это от самого Яуда. Ну, если более стыд и позор, более сложная ситуация, в которой сложно признавать свою ошибку. Знаете, когда застали человека в самый такой, как-то знать, неприглядный момент. Неудобный. Явно, явно, что если есть какой-то позор, если есть прототип, вот опозориться при всех, да. Ну, вот, по-видимому, тяжелее найти ситуацию, которая есть. И что оказалось? Так как это была правда, то что Яуда сказал? Цадкам и Мэни, да, знаменитая фраза, верно. Она, цадкам и Мэни, она более-более... Она справедливо утверждает, так оно и есть. Человек, действительно, от которого она ждет ребенка, это Я. Представляете, надо было признать при всех, и отменить эту приговору, и все, что было связано. Но это событие, тут, в этом мире, казалось бы, еще что-либо. Ну, бывает, всякое есть, но в небесах. Там, где устанавливаются законы, а с ними и испытания этим законом. Когда человек проходит это испытание, и там точно знает измерить величие этого испытания. Оно произвело там колоссальный, по-видимому, взрыв. Впечатление очень большое до такой степени, что это, видите, повлияло до наших дней. Мы все называемся этим именем. А так как мы называемся именем Иуда, людьми, способными признать вину, то от нас ждут, от нас ждут, от нас ждут. Как часть нашего еврейского существования, нашей сущности, что мы будем людьми, которые признают правду. Даже когда нам неудобно. Все, что приходит к нам в претензии, несравнимо с тем, что прошел Иуда. Я надеюсь, все это понимают. То есть, с этой постыдной ситуацией, в которую попал наш, как бы, про отец Иуда, ничего не сравнимо. За что бы нас бы не застукали. И надо быть человеком, видите, имеющим качество смирения, который способен это признать. Способен это признать. Тут этот основной экзамен. Мы что-то не то сделали. У нас все время есть какие-то, знаете, ситуации конфликтные, которые мы сами создаем. А потом их надо самим решать. Тут мы проспали. Тут не было у нас настроения. Мы туда опоздали. Значит, опоздали, значит, нужно уже себя оправдывать. И нужно как-то по-другому все это разруливать, что-то доказывать, куда-то без очереди. А жена сказала, почему ты не успела себе? Сказала, нет, ты мне да сказала. Начинаем отвергать, что это произошло вообще. А на самом деле это не так. Начинаем обманывать. Все для того, чтобы оправдать себя, все для того, чтобы не дать, не дай Бог, своего достоинства опуститься. Явно, что это качество какое? Это качество высокомерия, гордости, которой следует человек. И явно качество смирения там не находится. Почему нам все время хочется оправдать себя? Почему? Мы находим этот грех еще у первого человека. Помните, когда пришло некое порицание в его сторону? Сказать, это не я, это моя жена. Первая реакция, это не я. Знаете, это не я. Что значит, это не я? Это перворядная часть переворованного греха. Часть, часть, можно назвать, общей картины, которая там была. Это не я. Это не я сделал, так сказать. Это мы. Это в детстве, помните, разбилось что-то. Дети в первую очередь кричат. Это не я. Он своими руками. Но в воображении. Это не он почему-то не хочет получить наказание за это. Значит, это не я сделал. Получается, вырастаем. Нас запутались, сделали ошибку какую-то на работе. Или в отношениях с женой, с мужем, с детьми, с родителями, не способны признать своих ошибок. Не о том, что мы сделали вещь недостойную, сказали не так, не сказали. Мы видим, что из-за этого все вокруг раненые ходят. Знаете, сколько надо сил потратить теперь, чтобы себя оправдать, чтобы выговорить себя. Снова, так сказать, на самом деле, может быть, другая сторона замолчала, но от этого, от того, что себя оправдал в своих глазах, от этого в других глазах, более достойным не стал. Это очень постыдная ситуация, когда человек себя оправдывает. Который человек все время пытается отбить любое, любое. Надо знать, по большому счету, что любая критика, любая критика, слышите, любая критика, даже под которой нету в конечном итоге даже базы, да, которой нету фактов, фактической базы, она несет какую-то долю правды, которая обязывает нас первым делом отреагировать. Вот как реагировали наши пророции на любую претензию, ввинение. Виноват. А первая реакция, это как мы учим этого еще, от царя Давида, сейчас мы дойдем до этого. Виноват. Это первая реакция. После того, как я сказал, виноват, признаю вину. Теперь после этого уже можно думать, да, виноват, не виноват, может быть. Потому что наша первая реакция, она не виноват, это не я, я хороший, да, принимаете такое, какое я есть. Нужна необходимая реакция человека смиренного, да, то есть который достиг степени смирения, это его, так сказать, инстинктивная реакция. Я виноват. Да, конечно, ой, что я наделал. Была ситуация, в которой одного большого раввина обвинили, пришел человек, в присутствии других людей. Начал его обвинять в самых разных вещах, даже в личных вещах. Он молчал, ничего не отвечал. Теперь все, кто вокруг него, после этого события, были очень взволнованы, спросили Робейну, почему вы ему не ответили. А что мне было ему отвечать? Он сказал, был ВВС, он говорит, он же прав. Все, а не имели. А не имели. Он же прав. Естественно, что все вокруг считали, что они правы. Они знали его поведение, знают его близко, находятся в нем. Но в понимании самого раввина, даже если приходит человек, даже если есть место какой-то либо критики, даже если она совершенно излишняя, значит, есть какой-то кетрук башамая. Значит, есть что-то. Значит, естественно, что он прав. Первая реакция, он прав. И это была реакция царя Давида, который точно так же заслужил, он заслужил Малуха, это царствование. Которое пришло к нему от его права отца Иуда. Когда пришел пророк Натан и пришел к нему к претензии, он не оправдывался. Его первая реакция, первая, которая была, не было как у царя Шауля. А у него первая реакция была виноват. Я согрешил перед Богом. А только после этого уже началась разборка. Как было здорово, если мы, особенно, начать хотя бы в отношениях с женой, с самой близкой человеком. Она в претензии. Наша реакция мужская должна быть в первую очередь. Хататый, пашатый. Ты права. Это первые слова, которые должны быть. Ты права. А после этого будем уже разбираться, права, не права, это уже второй вопрос. Что это нам даст? Это просто, и технически это позволяет нам вообще, вот тот самый прав, не прав, хотя бы взвесить. Есть получение. С двух сторон. А если у нас моментальная реакция, ты сама такая, да, у нас, помните, это все эти образы, которые были, обвинения в глупости, тут же пробуждает точно такую же, да. То есть есть всякие разные. О, видите, так, прям, прям так и сказали, да, как он, сам ты такой, да. Это типично, мы знаем. А вместо этого, и что это нам дает? Это закрывает любую возможность понимания ситуации, посмотреть, правда, неправда, полностью отвергает это. А если человек автоматически, не думая, инстинктивно говорит, ты прав, виноват, признаю. О, а с этого момента у него просто открывается голова, открывается у него просто возможность, что-то прочищается в его сознании и позволяет взвесить эту ситуацию с двух сторон. Но, видите, и вообще, почему же вы так стыдно, что сделали что-то неправильно, почему мы должны приписывать себе уровень чуть ли не малахим, ангелов, как будто человек ничего не может ошибиться? Скажите, мы такие люди, неужели мы безгрешны, никогда не ошибаемся? Если спросить просто честно, скажите, вы никогда не ошибаетесь, вы безгрешны? Не, конечно, да. А теперь вспомните один момент, когда-то вы в этом призналися. Тишина. Увидите, что потом тишина может быть. Признаете. Очень тяжело признаваться. Природа гордости, природа этого высокомерия, это полностью отвергать любое обвинение по отношению к себе. А природа смирения, наоборот, признаваться. И это экзамен. Это тот основной экзамен. И учим это от Иуда, учим от царя Давида. И, как говорит, только продолжим, что говорит Арбейну Бахе. И именно так поступал Иуда в истории Стамар, когда сказал, она права против меня. То есть, она права. Он не должен стараться опозорить, рассказывающую о нем, и опровергать сказанное им. Слышите? Не должен стараться опозорить. То есть, если получается так. Жена пришла претензии на мужа. Классическая ситуация. А он пытается опровергнуть. Получается, что она обманщица. Так люди говорят, что я обманщик? Люди оскорбляются от этого. Ну, какой следующий шаг? Если она еще больше, сейчас чувствует себя оскорбленной, так она вернет еще больше огня. То есть, ссора из-за этого еще больше разгорится. Ну, что же вы делаете? Что человек делает? То есть, поэтому он не должен стараться опозорить, рассказывающий о нем, и опровергать сказанное им. Не должен обвинять его за то, что он обнародовал дело. Даже, смотрите, ситуация, в которой речь идет о человеке, который обнародовал это. То есть, распустил слух об этом. Теперь все знают. А он должен сказать ему, брат мой, сколь мала та доля злых дел моих, которые ты увидел. Что ты увидел? Ты увидел, да, верно, я сделал что-то плохое. Но ты уже видел только чуть-чуть. А если бы ты знал, та доля, которая тебе неведома, та, которую творец продолжает скрывать от глаз людский. В самом деле, я гораздо больше грешник, чем ты думаешь. Ты раскрыл всем только одну мою проблему. Если бы открылось тебе все зло моих грехов и преступлений, ты бы бежал от меня и пришел бы в страх от наказания, которое даст за них творец. Как сказал Мишуретто, татковы грехи мои, что если бы прознали о них мои соседи, бежали бы и удалились от моих пределов. Так должен реагировать человек воистину смиренную. Это уже вершина, которая, так сказать, тут же выставить на показ дополнительные свои грехи, это уже требует гораздо больше, чем типичная смиренность и желание принять истину, какова она есть. Продолжение следует...